Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан. Я хочу сегодня говорить слово, которое, возможно, не всем будет интересно, как бы, вникнуть, по причине того, что уже новый календарный год, и всегда, когда идет новый календарный год, у людей автоматически идет некая такая заставка в голове, все будет по-новому. Мы начинаем себя ставить какие-то цели, заклинания какие-то, да, себя, все, больше не буду кушать оливье после Нового года, все, это уже один раз в году хватает, да, все, уже после Нового года нужно спортивный зал, или там еще какие-то такие вещи, все, начну читать Библию с Нового года, мы начнем читать Библию. Это хорошие себе постановки такие для жизни, но я хочу сегодня говорить немножко о другом. Довольство. Довольство – это состояние активного мышления. В этот первый шаббатник или на этот год многие из нас, как и другие миллионы, смотрят с надеждой на Бога, что наступающий или наступивший год станет поворотным, поворотным годом во всех направлениях. Кто так себе думает? Мало. Если вы и так соглашаетесь, сделайте отметку на Ютьюбе, да, если вам не нравится, что я говорю, можете написать, что не нравится, есть такие люди. Если нравится, отметите, что нравится, подпишитесь еще. Люди устали жить в состоянии стресса, давления, надеются на экономические обновления, и внутри так хочет сказать «Аминь». В этом году, который уже наступил, да, календарный, все будет по-другому. Мы победим пандемию, уже три вакцины, по крайней мере, есть, но когда мы ее получим, мы не знаем, но все равно укол – это не выход из положения. Но если бы человеку были бы подвластны стихии, тогда все это было, то, что происходило, закончилось бы, еще не начавшись. Если бы все подчинялось нашему желанию, если бы мы могли покорить, одним словом, все стихии мира. И все же мы всегда с какой-то надеждой, понимая, что мы не всесильны, смотрим на Бога, тех, кто верует, а кто не верует, смотрит в науку. Что там профессора, ученые придумают, чтобы поскорей выжить. Но как это касается нас с вами? Очень просто. Мы много пережили уже за это время. Я не говорю за прошлый год, который у нас был. Вообще, мы пережили распад СССР. Молодые люди, только они не понимают, что мы прошли, что такое СССР. Когда мы и дети, мы разговариваем, дедушка всегда говорил с бабушкой, вот жил бы ты в СССР. Они говорят, а что это такое? Ну, те, кто постарше, понимают. Мы уже прожили или пережили распад СССР, развал невозобновляемой индустрии. Многие так смотрят на те заводы, которые у нас пропавшие стоят, как пугало, пугают всех инвесторов. Только смотришь на это все и думаешь, куда эти деньги уходят. Мы на самом деле пережили такое слово, как купоны. У кого было купону целый мешок? Не знаю, сколько оно стоит сегодня. Завтра там совсем вообще еще больше. Я тоже это пережил, когда мы приехали. Что такое купоны? Девальвация денег. Когда привязали купоны или сделали гривну, и было вроде гривна 50, да? Что-то такое. Начали с гривна 50 за доллар или чуть больше, там около 2 гривен за доллар. Сегодня же 28. Мы пережили девальвацию денег, рост цен, когда люди говорят, вот колбаса была за 22 копейки, да? Или там что-то еще. Вот какие времена было. 16 копеек буханка хлеба была. Вот это. Можно было буханку хлеба купить и весь день жить. Ну да. Мы пережили даже такие состояния, как халявные банковские деньги, да? Все попали на это. Все попали как раз. Бери, не хочу. Давали денег направо, налево. Только бери. Принеси любую липовую справку. Возьми денег, сколько надо. Инвестируй, делай. Но потом, когда нужно забрать, забрали все. Да. Бери, не хочу. Мы пережили несколько революций, да? И даже ковид мы пережили, ну почти. И нам уже не страшен серый волк. Мы многое, что пережили. Как говорят, нам, значит, не привыкать к ситуациям. Что еще можно ожидать в следующем году? Я вам скажу, расслабьтесь. Просто не делайте каких-то розовых грез себе. Я говорю сейчас к верующим людям. Я не говорю сейчас к неверующим. Неверующий поздравляет, чтоб в новом году у тебя и все, и то, и корова белая, или там, что там у нас там, какой там китайский Новый год идет. Я не знаю, да? Кошерный, между прочим, как бы так говорят. Мы чувствовали себя по-разному. Кто-нибудь чувствовал себя вот таким, как бы, в свое, ну какое-то время, обеспокоенность, когда пришла. Вот все нормально, вдруг раз, чувство обеспокоенности пришло к вам. Состояние тревоги, без причин, просто без причин, вдруг состояние тревоги приходит. И что вам нужно что-то делать, а вот что делать, вы не знаете. Кто вот переживал такие вещи, да? Вот ты, какая-то тревога пришла, какое-то беспокойство, что-то такое делать, что нужно делать. И ты не знаешь, что это такое. Вы просто не в удовлетворении обстоятельств и собственном состоянии. Вы не понимаете, что произошло. Какое-то вот такое чувство такое глубокого внутреннего состояния. Многих родителей, особенно в это время, прошлого года, перевели на удаленку детей, и просто родителей вырубило. Они просто не знали, что делать. Вы выворачивало их изнутри. Потому что, во-первых, они сами, как это так, компьютерно не, хотел сказать другое слово, какое-то интересное, не учи. Мы же, не, мы компьютеры знаем. Но как оно работает в системе образования, нам нужно было учиться, учить детей. И поэтому, когда перешли на удаленку, поначалу все было хорошо. Первые несколько недель, а потом начался Гевольд. Мы сдаемся, капут, и внутри себя мы просто чувствовали, что кто вообще это придумал, чтобы стариков и взрослых людей учить на удаленке. Тут поднимается сразу недовольство на всех сразу. От детей до сатириков, до губернатора, до всех учителей. И ты не знаешь, что делать. Зачастую мы даже не можем понять, чего нам не хватает. Чего-то другого, чем-то забить вот эту пустоту прямо сейчас. Как много из вас в таком состоянии прожили, хотя бы в прошлом? Переживали такие вещи? Ну, я знаю, те, кто переживали распад Советского Союза, тоже не знали, что будет. Девавация денег, все эти периоды, которые я сказал. Даже последнюю революцию мы понимали уже, что-то произошло, а что вот это страшное, не поняли. И вот это, знаете, чувство, когда я сам переживал. Ты ловишь себя на мысли, на чувствах особенно, что должно быть что-то лучше. Что-то должно быть по-другому, чем вот это то, в чем мы варимся. Но вопрос вы задаете мне, что? Я понимаю, не знаю. Но что-то должно быть. Нас мучает. Как происходит такое переживание? Такое чувство, что нужно вот эту пустоту, ты не знаешь, чем запомнить, заполнить ее чем-нибудь. И ищем часто, чем заполнить, немножко не в тех вещах, которые надо заполнять. Мы иногда ищем в новостях. Тянется рука к выключателю, к телевизору. Приходишь и новости посмотреть. Посмотреть новости. Какие? Потому что, знаете, мы хотим знать, что происходит в мире. Сколько заболело людей в этот день. Сколько умерло, сколько выжило. Сколько переживаний. Знаете, этому подвергнуты в основном пожилые люди. Им делать нечего, чаще всего, особенно на карантине. Приходит и целый день телевизор. Информация. Ладно, и информация, это часть, как бы, новостей. А еще, если кто-то из детей подкручивает их к интернету, новостей из христианского мира, тогда уже совсем капут. Страшно выйти на улицу, потому что чипируют прямо у подъезда. Прямо у подъезда. Эти все евреи, а эти все хай-тек, да, или, как бы, компьютерщики, агейтс, вот это самый большой злой человек в мире. Ты уже все, это 5G, которое просто мозги выносит. И люди уже совсем в информации заблуждаются. Многие ищут в диете, заполнить пустоту, не нравится, как выгляжут. Да, я помню, когда мой один хороший друг, я его встретил через, знаете, много лет, он, у него ситуация в семье произошла. И когда он, ну, первый раз женился, да, вот этот, у него дети, все, человек как человек, человека хорошего должно быть много, правда. Потом у него ситуация произошла в семье, там, развод и все остальное. Я смотрю на него, а он такой, знаете, уже качается и так далее, там, пошел в качалку, там, уже там бицепс накачал. Я говорю, дружище, ты что, влюбился? Он говорит, с чего ты взял? Я говорю, ты так взялся за себя и, как бы, хочешь понравиться другим. Он говорит, как ты угадал? Я говорю, только посмотреть, когда тебе, ты был женат, тебе было все равно, как ты выглядел. Вдруг ситуация произошла, чем-то нужно, это, вот эту пустоту забить, ты пошел в качалку. Люди делают модные диеты, знаете, смотрят за здоровьем, за здоровый образ жизни, так, что становятся это культом. Некоторые люди смотрят, ищут этот, забить эту пустоту в старых друзьях. Вдруг вспоминают старых друзей, которые не спасены, и дай Бог, чтобы не было обратного. Идут туда проповедовать, а чаще всего бывает обратно. Потихоньку, потихоньку их в другую сторону. Некоторые забивают свою пустоту, хобби. Главное, нормальное хобби найти, чтобы она тебя радовала, когда другие завидуют. И оно хорошо, потому что ты чувствуешь, что тебя завидуют, и этим занимаешься. То ли ты бегаешь, то ли продаешь какие-то эти самые пилюли, то ли это самые кроссовки какие-то. Чем-то начинается заниматься, вышиванка и так далее. Чем-нибудь только, чтобы люди говорят, ооо, как это классно. И ты думаешь, ах, заполнил, наконец-то заполнил эту пустоту. Этого я ждал все это время в своей христианской жизни. Но тут можно развить вообще список без ограничений. Но ведь сегодня мы пришли на шаббат, наш первый шаббат календарного года. Не для этого, правда? Каждый, каждый из нас, однажды познакомившись с Господом, понимает, что ничего не сможет заполнить так твою жизнь, как Бог. Ничто не сможет удовлетворить тебя так, как исполнение Святым Духом. Ничего другого невозможно сделать. Только Божье присутствие, если ты однажды узнал о Боге, который, фактически, пришел в твой мир, потелился в нем, ты наполнил этот мир собою, невозможно чем-нибудь другим это заполнить. И это мы с вами прекрасно понимаем, но недооцениваем зачастую потребность в этом. Мы не оцениваем того, что нам необходима, вот эта жажда заполнения своей жизни Богом, который всегда во всем и всегда с нами не покинет и не оставит. Прошлый год немного потрес нас, почесал нам нервы в другую сторону. И мы сделали множество выводов. Кто-то хороший, кто-то плохие. Я знаю, кто-то говорит, я очень рад, что был этот карантин, потому что приблизил меня со своими сестрами, братьями. Во время пандемии люди как-то открылись, начали больше прилагать звонки, помогать. Каким-то образом семьи немножко приблизились друг к другу. Но знаете, я хочу сказать, чтобы мы сделали много выводов, а вот насколько выражение «великое приобретение быть благочестим и довольны» сформировало наше удовлетворение в Боге. Насколько? Ведь ситуация, которая в мире произошла, она же ведь не случайна. Некое потрясение для всех верующих во всем мире вообще, для всего человечества. Но когда Бог потрясает, Он потрясает святых для того, чтобы что-то мы из этого вывод сделали. «Великое приобретение быть благочестим и довольным». «Смогли ли мы за этот прошлый восемь месяцев сформировать в себе чувство удовлетворения в Боге?» Знаете, я смотрел несколько таких стихов. Потому что я вспомнил, есть такое выражение, как бы люди делают, «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Да, слышали, да? Оно как бы подсознательно влезло в нашу голову. И я специально загуглил, откуда все это взялось. Думал, что это самые какие-то христианские тезисы. И действительно, я нашел несколько стихотворений, четыре стыща. Одно, это Надка Савчук написала, и здесь слова такие. «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Дается каждому по силам. Но главное, чтобы Он помог, когда становится невыносимо». Это как бы современный такой. А в 1876 году Аполлон Майков написал следующее четверостище. «Не говори, что нет спасения, Что ты в печалях изнемог. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Эти стихи, они как бы подказывают нам интересный вывод. Это прекрасные стихотворения, которые дают и оставляют надежду Вернуться как бы вот в таком состоянии, Где только Бог может нам во всем помочь. Пределить трудности, ситуации. Но если бы это было так легко, как написать стихи, Или почитать стих, правда? Если бы это было так легко, Но нам легче погрузиться в новости, Где мы легко перегружаемся от собственных проблем, Состояния в чужие. Ну и легко, мы нам только включил, И вы заметили, что ваши проблемы вдруг исчезают сразу. И вы видите проблемы других, И думаешь, ооо, вот это да, Вот это, вот это поворот. И ты начинаешь читать эти новости, Которые происходят в Украине, Думаешь, уху-ху, я еще нормально-то живу. Мы переключаемся чуть легко. Наши обстоятельства вообще лучше, чем чужие. И страница за страницей. Главное, выйти из этих сетей без потерь. Потому что мы начинаем уже искать людей, Кому хуже, чем меня. Не оставаться в сетях надолго. Главное оттуда забрать свои чувства, Свои мнения, сравнения и негодования. Новости и соцсети, это сеть для души, Которая недовольна обстоятельствами. Вы замечаете, что чаще всего люди, Которые питаются всякой ерундой, Они просто сами болезненностью переносят. Все сводится к следующим идеям. Если я не прав, вы меня подправите. Вот он, а вот я. Смотришь на страницы социальные, Тик-Ток, например, Фейсбук, кто-то еще остался в контактах, Еще и так далее. Где он, а где я? Начинаем сравнивать себя. Ну что он, а что я? Потом мы говорим, Ну это же он, а это я. Нас затягивает в круговорот недовольство. В территории, откуда непросто выйти. Так как эти эмоции остаются в нашем разуме. Переживания. Послание к евреям. Минуточку, на секундочку услышите. Довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что ты смело говорим. Господь мне помощник и не убоюсь. Что сделает мне человек? Услышите слова. Довольствуйтесь тем, что есть. Независимо от того, чем ты хочешь заполнить свою пустоту. Единственный ответ. Это спаситель. Единственный спаситель. Тот, кто пообещал нас не оставить и не покинуть. И если он однажды поселился в наши сердца, разве он оставит то место, которое по праву принадлежит ему? Довольствуй тем, что есть. Ибо он сам сказал, не покину тебя и не оставлю. Если мы открыли наше сердце, пригласили и сказали, Царство Иешуа в моем сердце, я благодарю тебя. Ты Царь мой Спаситель. Ты Искупитель. Ты освободил меня от греха. Царствуй в нем. Разве он покинет это место? Он сказал, я не покину его. Разве что мы собственными грехами, решениями, мы скажем, уходи, мне лучше грешить. Но знаете, и тогда он будет рядом, чтобы тебе помочь и сказать, послушай, сын или дочь, давай домой. Давай домой. От твоего статуса в обществе. Независимо, ты беден, в среднем достатке, или вообще не нуждаешься. Нам нужно научиться быть довольными. Довольными тем, что у нас есть. На еврейском языке это слово звучит и от паэль. Довольствовать. Ну, неопределенная форма в глаголах вообще звучит как что является достаточным. Хватает, например, пищи. Достаток пищи. Удовлетвориться. Довольство быть довольным человеком. Довольство это не пассивная жизнь. Не нужно считать, что ну, что есть, то есть. Это довольство. Абсолютно. Не нужно. Нужно даже думать, что это как бы пассивность. Это не просто ну, что есть, то есть. Я доволен тем, что есть. Но также и рваться к успеху изо всех сил перешагивать через людей не нужно. Это тоже не является успехом. Линия успеха в мире всегда меняется по разным причинам. Ну, то есть куда ты стремишься? Пойти по головам ну, достичь успеха. Вы знаете, почему линия в мире меняется? По причине прогресса. Замечали людей, которые застряли в 90-х? Нет? Застряли в 90-х. Они искали. И да, и они застряли. Но ситуация уже пошла. Прогресс пошел вперед. А они остались в 90-х. В этих спортивных штанах. Вместе с под туфли или под сандалии, да? Особенно это видно, когда ты приезжаешь в Нью-Йорк. Где наши эмигранты с 90-х. Они так и остались в этих 90-х. Даже страшно на них смотреть. Слава Богу, что у них уже внуки появились, которые более прогрессивные. Но счастье человека не заключается в достижении успеха. В карьере, финансах или количестве родственных, семейных отношений в твоем семейном древе. помните, как нам вообще Писание говорит о том, чтобы мы искали горнего. Чтобы мы искали того, кто может наполнить нашу пустоту. Потому что всегда придет она. В какой-то момент она приходит. А интересно, что кто помнит эту фразу обиженных людей, которые либо мама на тебя обиделась, либо твои какие-то родственники, либо очень близкие те, кто к тебе муж или жена. Да, они иногда так говорят. Ну, что тебе не хватает для полного счастья? Помните? Нет такие? Ну, это выражение как бы, это как обида от человека, который уже обиделся на тебя совсем-совсем. Ну, что тебе еще не хватает для полного счастья? Так вот, я могу сказать, чего не хватает. Мазаушер. Вы говорите, что вы сказали? Что такое счастье? Хайм и текпель довольствуются жизнью. Вот это слово Ашер означает счастье. Но если мы поменяем всего лишь одну букву и напишем на самом деле вот через Айн, получится другое слово с тем же самым звуком. То есть произношение будет такое же самое, но значение оно меняется и становится богатством. Одна буква, а как много изменяет в жизни. От довольства к богатству и от богатства к довольству еврите всего лишь одна буква. Ашер. И вот тот же Аполлон Майков пишет. Я специально почитал сегодня стихотворение. Не сегодня, не сегодня, это уже несколько дней назад. в чем счастье в жизненном пути, куда твой долг велит идти, врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. Знаете, нам так же не стоит делать себя страдающих за веру. Надя такой, отдав все, показать, что ты ради Христа можешь жить воздухом Божьим. Господь позаботится, Господь все сделает, сделать из себя одного героя, все отдать ради, знаете, вот Христа. Я думаю, что это полное тщеславие, гордость. Такие жертвы ради похвалы не нужны ни Богу, ни людям. Просто помните Ананию и Софиру. Все, что они хотели, они хотели тщеславие, но, знаете, довольство не тщеславие. Довольство это не то, что ты делаешь для Бога, а что Бог сделал для тебя. Потому что чувства, часто люди путают довольство, довольство, я буду скромно жить, я буду вот питаться скуда, чтобы ради Господа, довольство это тогда, когда ты понимаешь, что сделал Бог для тебя, что Он пожертвовал своим сыном ради того, чтобы ты был наполнен им, и счастье приходит тогда, когда ты наполняешь свою жизнь тем, кто дает жизнь, кто дает счастье, кто дает удовлетворение. то, что Бог сделал через Ишуа для тебя, есть достаточно, довольственно, то есть достаточно, не меньше и не больше. Крест это орудие, приведение приговора в действие, чтобы довольствоваться жертвой, принесенной Творцом ради тебя и всего мира. пережив эту встречу на пути в Дамаск, Равшелу пишет в своем послании к филиппийской общине, наверное, тем верующим, которые, возможно, впали в ропот какой-то. Он пишет в 4 главе 11 стих «Говорю, это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Знаете, когда я читаю, я всегда пытаюсь найти еще параллельные какие-то переводы для того, чтобы немножко сравнить. И вот я посмотрел мессианский перевод, то есть еврейский Новый Завет, там говорится такими словами «Я говорю это не для того, чтобы указать на какие-либо мои нужды, так как я лично научился не зависеть от обстоятельств. Я знаю, что значит нуждаться. Я знаю, что значит жить в изобилии. Во всем и в любых обстоятельствах я научился искусству быть сытым и испытывать голод, иметь избыток и быть в нужде. Говорит, я научился». Павел, говоря современным языком для тех, кто ищет счастье, пишет филиппийцам, что нашел секрет счастья. Каждый из нас любит секреты, правда? Каждый. Мы любим секреты, мы любим их узнавать и любим их распространять. Называется сплетни. «Я узнал секрет от тети Фиры». Хочешь услышать секрет? Мы любим секреты. Особенно в интернете говорят «Секрет долгожительства». Кто подвстречался такими вывесками? Мы тут всем раздаем эти рецепты. Что нужно делать, чтобы прожить дольше? маски всякие, огурцы, пироги какие-то, какие-то диеты всевозможные. Хочешь жить дольше? Давай! Делай! Мы советуем что-нибудь людям, а забываем простой секрет. Помните Писание? «Почитай отца и мать». И ты что? Еще раз? Ты будешь что? Какой секрет? читай Библию. Не, но мы хотим секреты узнать. И Павел говорит, я филиппинцы, дорогие друзья, у меня к вам секрет есть. Секрет, очень классный секрет. Я научился как сохранить семью. Секрет семейного счастья. Секрет мы начинаем думать. нужно хорошо выглядеть. Секрет счастья. Нужно быть щедрым. Нужно быть этим, другим. Секрет счастья, когда ты душа в душу живешь. Секрет счастья еще одно, другое, третье. Но мудрая жена устрояет дом свой, а глупо разрушает собственными руками. Мететя Фира сказала, хочешь быть счастливой в семье? Нужно что-то сделать. секрет какой? Не будь глупой, не ведись на развод. Секрет успешного бизнеса. Но это бизнесмен уже сами придумывают себе любые принципы секретов. Каждого свой. Но когда начинается в структуре каких-то пирамид египетских, вот это уже сложно. Секрет мужского такого эталона. секрет мужчины, я вам хочу сказать секрет, как привлекать сестер. Какой секрет? Ну это не Арнольд Шварценеггер, и не Том Круз, извините, даже не потенция к 70 годам. Но как кажется любой человек правильный, особенно Писание, братья, мужчины, нужно любить жен, как самих себя. Секрет? Любите своих жен, как своих себя. Секреты красоты, но тут конечно же фантазия слабого пола не имеет границ вообще. И каждому свое, чисто. Кто-то занимается разными бьюти салонами, кто-то это нормально, спа салонами, еще все возможно, косметика, нормально, но знаете вот, что можно было бы интересно добавить тому, что уже есть, и каждый заботится сестра и женщина в своем теле, это нормально, секреты красоты. Нужно добавить еще немножко того, что пишет Петр, сокровенного сердца человека, в нетленной красоте, краткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Можно добавить еще чуть-чуть? Секрет, маленький секрет, не надо говорить много сокровенного духа человека, драгоценно перед Богом. В чем Павла был секрет? В чем его секрет? В том, что он научился, повторю, научился быть довольны, потому что довольство исправляет жизненные обстоятельства, и это помогает нашим эмоциям и нашему разуму двигаться к Богу, утверждаться в Боге, довольствуясь, довольствию учиться. Мы не можем сказать, вот я утром встал, и я довольный. Довольство учится. Ты утром встал, не все так нормально, пока ты поднялся, как ты думаешь, радикулить у кого-то уже начинаешь, ты начинаешь привыкать, потихоньку, потихоньку, разошелся, все, научился быть довольным, слава Богу. Довольство учится. Не основание на обстоятельствах, не на обстоятельствах мы учимся довольству, а через личные отношения с Ишуа в Мессии. Все могу выкрепляющим меня Ишуа. Скажу для тех, кто из христианского круга, все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Слово все могу означает все могу. Хотите знать секрет любого успеха? Любого. Колоссянам 1, 27. Бог захотел открыть им, как велико и для язычника богатство, славы этой тайны, секрет тайна, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Тайна довольства. Христос живет в вас. Он наша надежда на будущую славу. Павел утверждает, что он знает секрет, секрет в том, что он научился быть довольным во всем и теперь он может все в укрепляющем его мессии, так как мессия живет в нем упование славы. Если говорят немножко проще, чем я сделал этот тезис, который невозможно записать, я сделаю так. Павел говорит, я могу все только тогда, когда он во мне. Я не могу ничего, когда его нет во мне. И если он во мне, то довольство приходит, что все, что он сделал, да и аминь, хватает для моего благодарения Богу. Возможно, это очень просто, но нам нужно настроить себя на отношение с Богом через мессию, который внутри нас, Ишуа. Он внутри нас. И он производит по своему извалению все то, что нам кажется трудным всем тем, что мы сталкиваемся для того, чтобы Бог прославился через эту ситуацию. Как вот Валя говорил, сестра получила похоронку. Мужа нет, умер, как Писание говорит, да, но не нас ждали тех, кто были убиты. И он пришел. Может быть, внутри это надежда, что есть исправление. Да, внутри мы должны надеяться, но может быть, не произойдет того, что мы надеемся, но нужно быть удовлетворены, довольны в Боге. Потому что Бог все делает для того, чтобы был прославлен. Во славу грядущего мира, в котором нет ни боли, ни слез, ни печали. Все, что мы делаем в нашей жизни, мы стремимся только вперед, назад пути нет, только вперед. И мы идем к тому месту, где мы будем стоять перед Богом и говорить перед Ним и отвечать Ему, наверное, как бы, посмотрев на все, что происходит, или то, куда мы попали, мы все поймем. Возможно, в последнее время вы чувствуете себя в темнице, в этой мировой тюрьме коронавирусного правителя. Возможно, многие люди или смотрят нас по телевизору, или в прямом эфире, вы чувствуете, что вы заложниками стали мирового тюремного заключения. Вы скованы страхом, ситуациями. Тогда, возможно, в пример нужно брать апостолов и пророков. Учиться у них, основываясь на их примере, пусть эта тюрьма не станет вашим рабством. Они тоже были побиваемы, они были взяты в тюрьму, у них тоже приключения были не хуже нашего. В то время, когда Павел был под стражей в тюрьме, как многие под современным карантином, он не допустил заключения его духа под стражей. Он не позволил тюрьме заключить или поставить в рабство и поклонение его отношение с Богом. будучи в тюрьме, он был свободным. Тюрьма не стала причиной его молчания. Тюрьма не стала не смогла закрыть его молитву, его хвалу, так как он знал, что Мессия, который в нем все содействует ко благу. Он был удовлетворен, потому что он знал, во мне есть мой Спаситель. Деяние апостолов 16 глава. После жестокого избиения бросили их в тюрьму, приказав тюремщику надежно стеречь их. Надежно стеречь. Ему приказали стой возле них, чтобы они не сбежали. Но что он делает? Он, получив такое приказание, запер их во внутреннюю тюрьму, забив им ноги в колодке. Такое ощущение, что сегодня людей в тюрьму посадили на домашний арест, до карантина, забили их ноги в колодки, чтобы никуда не ходили. Около полуночи Павел и Сила пели Богу псалмы. Друзья, пойте псалмы, когда вам плохо. Пойте дома псалмы. Включайте прославление. Идите к Богу. Если Бог живет в вас, Он это производит. Но если вы начинаете дурью маяться в интернете, хватать всего и заполнять свою пустоту, то вы никогда не будете довольны тем, что происходит. Около полуночи Павел и Сила пели Богу псалмы, тем вознося ему свои молитвы. Слышите? Мы привыкли, они молились. Павел и Сила пели псалмы и тем вознося ему свои молитвы. Тем прославляя Бога в псалмах, они молились ему. Почитайте псалмы Давида. Ты избавил меня изо рва. Да? И если я пойду долиной смертной тюрьмы, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. А более того, в Новом знаете, ты во мне, теперь буду славить. Другие заключенные слушали их. Ваши соседи должны вообще вас слышать, как наши соседи слышат нас. Между прочим, наши соседи нас слышат, как мы молимся здесь, поем. Ваши соседи вас слышат? Тихо. бетонный дом. С девятого этажа до первого будет слышно. Тихо, ша, я в тихом веянии закрою свои уста и буду молиться. Вдруг произошло сильное землетрясение, так молились, главное, не на девятом этаже. Тюрьму потрясло до основания и в тот же миг распахнули все двери, со всех заключенных упали оковы. Упали оковы. Если мы представим, что вот это состояние восьми месяцев, которое проходится в карантинах, заключении, многие люди были дома, у меня вопрос, что вы делали дома? Пели псалмы? Восклицали Богу? Молились? Сходотайствовали? Сколько соседей ваших спаслось? Со скольких людей упали оковы? оковы, которые зависимости, страхов. Я вам скажу, то, что община делала в течение этого времени, я убежден, мы слышим, что люди каятся, люди желают прийти, они, конечно же, переживают, как все люди в этом мире, они переживают, чтобы что-то не произошло в собрании, да? Но я знаю, уже молодежка наша удвоилась, она удвоилась, потому что молодые люди хотят изменений. Мы разговаривали с Олегом, он говорит, Рэбби, ты знаешь, что я сделал опрос наших людей Ойкоса, ни у кого неверующих людей уже нет. Я говорю, что ты имеешь ввиду? Вот их друзья, как бы, у них нет друзей уже, особенно неверующих, все, которых они знают уже за 20 лет, все верующие, некого спасать. Уже некого спасать. Представляете, дожились. Некого спасать. Ой, наступивший новый календарий год, пусть не представляет собой для вас больших надежд. Преодоление коронавируса, состояние экономики, что всеми мильными шагами мы выйдем из этого хаоса. Конечно, нам хочется, и для всего мира все это хочется, но я скажу так, что тюрьма есть тюрьма, и весь мир сегодня заключен в тюрьму, но для нас с вами это не должно стать помехой. Не должно бы стать помехой. И даже если мы будем в заключении, в полном локдауне, говорят, с 8 января, еще есть такое слово английское shut down, да, локдаун, shut down, еще есть такое шламбаун, все еврейские слова, все еврейские слова. Возможно, наши города закроются, нас заставят сидеть по домам, в строгом карантине. Возможно. Но помните, что случилось с апостолами. И эта ситуация, и та с ними ситуация помогла охраннику принять Ишуа Мессии. мое сердце к тому, чтобы мы были довольны, чтобы мы видели ситуацию немножко по-другому, довольство не то, что ты сделаешь для Бога, а что Бог сделал для тебя. И если мы приняли его, и он в нашем сердце заполняет всю нашу пустоту, которая иногда происходит, лучше бы это все изменилось, заполняйте его, поднимайте руки, пойте, славьте. Если вы стражите, вы должны открываться. Мы не должны оставаться в колодах или в наручниках, но быть довольны, что время у нас такое необычное, удовлетворено тем, что у нас есть возможность говорить людям о Боге, снять с них оковы страха. Не могут нас заставить молчать ни приказы, нас не могут заставить ни петь, да? Другие какие-то обстоятельства. Мы не можем позволить быть неактивными. Мы не можем себе эту роскошь позволить, но наоборот, мы должны стать более активны в нашей молитве, в нашем достижении людей, постучать, сказать им, что Бог их любит, быть, конечно же, благоразумны в наших правилах расстояний, масок и тому подобное, но помочь людям увидеть Божий мир, чтобы их пустота заполнилась тем, кого Бог послал ради всего мира. Люди должны видеть Божью славу в этой ситуации, и у нас есть ответ этому миру. У нас есть ответ. Ни у государства, ни у медиков, потому что я уже знаю несколько людей, которые второй раз болеют канаравирусом, которым не помогают никакие-то лекарства, ничего, только надежда на Бога может их спасти. Итак, Ефесянам 5, 17, 20, я уже заканчиваю. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь в феномат, который бывает распутан. То есть не заполняйте свою пустоту тем, чем-нибудь. Не нужно. Но исполняйтесь Духом, назидая самих себя. Еще раз Писание говорит, псалмопением, славословием, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Ишуа Мессии. Я бы хотел за вас молиться, чтобы, когда приходит какое-то состояние пустоты, ты не знаешь, что происходит, тревоги, надо заполнять это, как Писание говорит, ничем попало, ни интернетом, ни сплетнями, или желаниями, или друзьями, какими-то, какими-то старыми привычками, но Богом. Я обращаюсь ко всем нашим слушателям сегодня, к тем, кто в интернете, слава Богу, что вы есть, и тех, кто в общине, со словами ободрения и призываю вас к довольству, быть довольными. Это не означает пассивными. Не означает. Нет работы? Начни молиться, чтобы она была. Да так, чтобы соторгались никакой небеса. Сначала, чтобы стены соторгались с вашего дома. Наша активность, утверждение в истине, не позволит нам быть в заключении страхов. И если мы даже каким-то образом сейчас чувствуем, что мы в заперти каком-то, у нас ограничение, давайте помнить, что Он есть наш мир, соединивший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду, упраздни вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух соделать в самом себе одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Был утвержденный на основании апостолов и пороков, имея Ишуа, самого Ишуа, Мессию, краеугольный камень, камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом. Он есть Царь. Он есть Царь. И довольство наше в полной зависимости от того, кто для нас Машех. И где Ему место в нашей жизни. И если мы приходим на служение, либо у себя дома, включаем хвалу и поклонение, поем псалмы, вдруг мы не чувствуем тягу вот эту, чтобы поднять свои руки, довериться Ему. В этих обстоятельствах сказать Ему Хенене, вот я, ты Царь. Ты обещал, что не покинешь мое сердце, не оставишь. Не оставишь того места, куда ты пришел в день моего покаяния. Если какая-то пустота образовалась во время этой пандемии, во время этих карантинных условий, этих правил, и непонятно, чем забить свою жизнь, прости, будь моим Господом, оставаясь на троне, я прославлю тебя, возвеличу, я сделаю тебя тем, кем ты есть, моим довольством, моим довольством, и независимо от того, имею я работу или нет, здоров или болен, имею ли я последствия после каких-то травм, возможно, я нищий, у меня нету даже хлеба, возможно, у меня всего достаточно, даже не знаю, что с этим делать. ты царь, ты царь в моей жизни, в моей жизни, и пускай, Господь, наступивший год, мы не будем желать того, чего мы всегда желали, а скажем, Генемии, вот я довольствуюсь тобой, ты ведешь меня на злачные пажите и к водам тихим, и ты ведешь меня через долину смертной тени, и ты даешь мне смелость не бояться, потому что ты со мной, ты внутри меня, ты мое наследие, ты моя отрада, ты моя слава, ты прославишься через мою жизнь, моих детях, во мне, в моем будущем, в моем доме, в моей работе, в моем городе, в моей стране, где бы я ни был, этот год для меня довольствие, довольствие, давайте мы станем наши ноги, и возможно кто, кто смотрит нас по интернету, пускай те минуты хвалы, сейчас благодарения станут нашим довольствием, и мы изменим наш фокус пожеланий, пожеланий, каких-то особенных в этот год, простым словом, я доволен, я доволен, я доволен, я я я доволен, благодать спасет тобой, херпаль, херпаль, ты позвал домой, открыл глаза, но вижу я и сердце все лишь для тебя я хочу еще сказать каждому из вас и для тех, может быть, первый раз пришел или уже вас приводили в общину, возможно, вы наткнулись на нас в интернете, как многие люди делают посмотреть, что происходит. вы никогда не приглашали Иешуа в свое сердце, то есть быть царем вашего сердца, чтобы он удовлетворил вашу пустоту, стать довольным в том, что у вас есть Бог, который слышит, который любит, который отвечает. если вы это никогда не сделали, я хочу за вас помолиться, а вы помолитесь вместе со мной, просто скажите Господь, если я прав, что тут пустоту, которая у меня есть, можешь заполнить только ты, тогда убери мой грех, мое вот это состояние пустоты, чем я его заполняю привычками, состоянием в своем сердце, сквернословием, курением, можно этот список увеличить, убери его, и на трон моего сердца пускай придет благодать, понимай, что ты сделал для меня, чтобы где бы я ни был, я точно на сто процентов бы знал, что ты во мне. Аба, я прошу за тех, кто молился о молитве покаяния, прости их, соверши эту шву окончательную, поселись в них сердце, и пускай это новое начало, новая жизнь, обратиться Господь в цветущий сад, чтобы бежать и не уставать, идти не споткнуться, поднимать свои руки к тебе и получить ответ, чтобы знать, что ты есть Бог, который всегда был, есть и будешь, ты Бог отцов наших, наше спасение, ты наше искупление, в тебе наша надежда, и твое слово говорит о том, что призовут ко мне и я отвечу, призови его к твоей скорби, призови его к твоей пустоте, призови в твоем отчаянии, призови когда тебе совсем плохо, и он своим шаломом придет к тебе во имя шум. Шмар Айзраэй Адонай Элоэйну Адонай Эйхам